Перебиваю, это Лига. Извините, кого перебиваю. Лига? Благородная позиция, да, что Локдок отказался от опускания в тексте своего оппонента, а наоборот благородно его таким образом пытался представить с лучшей стороны. Это здорово. Тоже такой плюсик маленький. Я здесь не набитый, я здесь для других вещей. А название передачи давай вспомним. Само собой. Вспомнили-ка вторую составляющего названия. Респект. Ну, на самом деле, очень странно, потому что, с одной стороны, мы смотрим баттл, баттла никакого не произошло. Произошло два выступления, и я могу, ну, как бы это глупо, мы смотрели выступления Локдога и Камаза, и у каждого свой стиль, и мы респектовали им, да. И было бы логично, если был бы баттл, я бы мог сказать, в баттле победил Локдог, или в баттле победил Камаз, но баттла не было. И именно выступление Камаза, оно было более собрано. Но это не было баттлом, поэтому, как бы, выигрыш Камаза, он тоже, как бы… Но тогда можно отталкиваться, все-таки, мне кажется, от темы задания. То есть, начни с себя, насколько хорошо раскрыли участники эту тему. Тема тоже, мне кажется, не совсем была раскрыта. Начни с себя, что делать? Начни с себя, начни с его… Бросать там, курить, да, все эти дела? Ну да, подай пример, скажем так. Нел, ну я думаю, что ты что-то сгенерируешь умное. Друзья, раз уж вы начали говорить о теме, о том, насколько она раскрыта, действительно хочется узнать у парней, что же они предлагают всем тем, кто их слышал и видел, начать сегодня, начать с себя. Камаз, в силу того, что ты выступал первым, давай начнем с тебя. Я же еще раз говорил, я простимулировал своего соперника к победе. То есть, начни с себя, займись собой, сделай свой рэп еще круче и выбеди меня. То есть, трек «Вставай», проиграть значит сдаться. И ты не чемпион, ты и вне братства, вставай. Ты не можешь проиграть, парень, ведь нас с тобой ковали и стали, вставай. На тебя смотрят люди, они пришли, зная, что победа будет, вставай. Не оставь ему шансов, атакуй его с разных дистанций. Поле боя, нас двое, вой, толпа один на один, победа близка. Бросьте, здесь ломаются кости, стиснув зубы, терпит боль злости. Вставай, сопротивляйся и знай, ты герой, парень, вставай, парень. Камеры и рингтаймеры и табло очков, или уличный бой двух дурачков. Дорога цена победы, поэтому давай вставай, вставай. Лок, лок, сделай тоже акапеллой. Окей, окей, спасибо, Лок Док. Тебе по большому счету тот же вопрос, но только я его чуть-чуть перефразирую. Мы поняли, с чего хочет начать КамАЗ и что он хочет предложить тебе начать делать. А вопрос тебе, что бы ты предложил начать сегодня делать тем, кто тебя видел, я имею в виду зрителей? Начинайте, короче, правильно жить. Мой текст, это скорее такая большая абстракция, как и большинство моего творчества, которое не несет в себе каких-то батлок тем. Вот. И как бы стоит углубиться в текст. И сейчас нам не хватит эфирного времени, чтобы я рассказал вам до конца то, что я хотел сказать. Но в любом случае, если я здесь, ведите правильный образ жизни. Будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего. Подожди, подожди, это звучало как... Мы еще не прощаемся с тобой. Это звучало действительно как прощание, но мы еще от этого далеки. Во-первых, еще есть два члена жюри, которые не высказали свое мнение. Неллу трудно, он не может. Да, но Нелл, Нелл надо. Нелл даже и рад, да что, в общем... На самом деле мы тут не оцениваем собранность, мы оцениваем именно творческую составляющую. Я доверюсь своему музыкальному вкусу, мне понравился трек Лок Дога. Я голосую за него. И Крип-а-Крип! Я думаю, тебе есть что сказать. Да, но мне наоборот нравятся баттлы, потому что когда принимают вид баттла, это больше похоже на бокс. То есть можно по очкам считать, например, какой-нибудь панч в чью-то сторону. Ну, намного появляется... Панч, удар или ударная строчка в хип-хопе, основной месседж текст. Ну ладно, атеркот, там что-нибудь такое. Наоборот, я сторонник баттлов, как бы. То есть это, другими словами, тебе больше нравится соревнование, competition, то есть схватка. Намного легче понять, потому что когда выходят два артиста, они совершенно разные. И они поют свою песню. И очень сложно оценить, потому что совершенно разные стили. И, ну, я даже не знаю, за кого голосовать, но я проголосую за Локдога. Действительно, все члены жюри высказались. И, судя по тому, что они сказали, можно с уверенностью говорить о том, что с перевесом в один голос. Со счетом 3-2. В следующий тур проходит КамАЗ! Что же касается Локдога, то пока что он покидает наше соревнование, но спешу обратить внимание наших зрителей на тот факт, что у каждого из МС, которые проигрывают в первом раунде, будет возможность вернуться. Все хорошо. Ничего, особенно. Вообще очень уверенный и не вижу в этом ничего такого. В принципе, он собрался, он сделал правильно и мне нравится, как он сделал. Спасибо. Спасибо. КамАЗ, ну а ты уже в ранге победителя, пусть не всей битвы, но лишь первой из ее батлов. Да, скажи что-нибудь, пожалуйста. Ну, что могу сказать, я еще раз хочу повторить о том, что здесь нет победителей, здесь нет проигравших, здесь есть мнение жюри. Еще раз говорю, что все люди, которые попали сюда, недостойные. Я слышал треки Локдога, и они действительно крутые. Ну, то, что мне, может быть, повезло немножко больше, ну, пускай будет так сегодня. А так, судя по всему, и будет. Давайте проводим эхо-вации. Конечно, я рад. Локдог, и победитель сегодняшнего батла КамАЗ. Спасибо, парни. Спасибо. Будем рады вас видеть здесь в ближайшем будущем. Это битва за респект. Начни сегодня. Рядом со мной два участника этой битвы. Так получилось, что Локдог сейчас во втором раунде почему-то получил наименьшее количество баллов. Прошел КамАЗ. Локдог, к тебе вопрос. Как ты считаешь, почему это произошло? Почему ты начал сбиваться? Как бы надо быть собранным. КамАЗ, ты прошел. Твои слова в сторону Локдога. Тебе понравилось его выступление по чесноку? По чесноку вообще я его слушал, его треки, и мне нравится то, что он делает. Выступление у него было отлично. И руководство с тем, что он собрался, сделал круто. И просто, я еще раз говорю, ну меня, наверное, видимо, просто повезло немножко больше. Ну сам как оценивать свое выступление? Все хорошо? Да, как я оцениваю свое выступление? Я всегда полностью отдаюсь песни с сцены. Слушай, вот, да. Оценивают пусть жюри и люди. Зрители, да. Что касаемо трека. У тебя трек немножко с уклоном как бы в рок. Рок, рэп. То есть не рэп в чистом виде. Почему? Я считаю, что в каждом рэпе должен быть рок. В смысле роковый посыл. Сама энергетика роковая, она очень важна. То есть не то, что я люблю рок или... Ну, конечно, я меломан, я слушаю разную музыку. Но пытаюсь сейчас создать какой-то некий такой свой тренд. Он уже давно, конечно, создан, но мы хотим пойти по этому пути. И на альбоме, на самом деле, будет разные роковые и рэпинские песни. Понятно. Это просто как бы трек был выбран, потому что он более такой качающий, позитивный, энергетический. Я понял. Могу тебя поздравить с проходом дальше. Спасибо. Лок-дог. Смотри, вот так получилось, да, что ты получил наименьшее количество баллов. Тебя это расстраивает? Да, нет. На самом деле, я совсем с другой целью. Я уже появился здесь, и то, что молодежь увидела даже, несмотря на мой образ, который у меня сложился в последние годы, что, как бы, чем бы я ни занимался раньше и что бы не происходило до этого, я против того, чтобы дети употребляли наркотики, успевались. И даже если сейчас молодежь, которая была уверена в том, что мой образ это подразумевает под собой, я на самом деле против этого. И чем больше народу это увидит даже один раз, для меня это уже достаточно. Ну а мы продолжаем битву за респект. И сейчас настаёт момент, когда мы познакомимся ещё с одним райтером, девиз участника которого мы сейчас увидим по жизни – no smoking. Он не курит, его зовут Три. Смотрим, это битва за респект. Скажи, вот что ты рисуешь, в каком стиле, то есть, как это всё называется и какие-то нюансы? Не знаю. Чисто свой стайл, как бы. У каждого свой стайл, но есть же какие-то определения или нет? Ну, есть определения, но как бы.